Всю ночь наряду с центральными магистралями техника Центра управления городскими дорогами убирала второстепенные автодороги на Музейной и Кремлёвской, улице Разина, Герцена и Подбельского. А с самого утра рабочие принялись за очистку от снега диктора Левитана до ватера Северной и Стрелецкой. Сотрудники ЦГД вручную счищают снег и налет с тротуаров, а погрузочная техника вывозит его за пределы города. Убираем снежок, чтобы люди не падали, чтобы было людям комфортно ходить. Без ложечки не бывает. То камушек большой надо поднять, раздолбить, то ещё что. То лёд надо подолбить. Всё руками. Руками всё. Так что такая вот наша работа. Вывоз снега – это уже вторая очередь уборки областного центра после снегопадов. Каждый день к ней привлекается больше 50 единиц техники и около 70 работников ручной уборки. В первую очередь идут автомобильные дороги первой, второй категории, где следует общественный транспорт. Большая интенсивность автомобильного движения. И уже сплошняком идут по всем остальным автомобильным дорогам. Есть участки автомобильных дорог, где нам приходят, мы расширяем проезжую часть. Технику и людей распределяют по городу в зависимости от ситуации в конкретных районах областного центра. План уборки в ЦУГД постоянно корректируют с учётом звонков от жителей и информации от КТОСов. В случае необходимости спецтехнику для противогололёдной обработки дорог перенаправляют с одной улицы на другую. Только вот водители, которые зачастую обвиняют коммунальщиков в нерасторопности, сами становятся причиной снежной каши на дорогах. Оставляют свои транспортные средства, нарушая правила дорожного движения, а именно нарушая правила стоянки, почётным и нечётным. Стараемся в зимний период устанавливать по многим проблемным улицам, где заушенные улицы, стоянку почётным и нечётным дням. Для того, чтобы было проще осуществлять процесс уборки после снегопада и прохождение комбинировок дорожных машин и другой уборочной техники во время снегопада. А вот убирать снег во дворах – обязанность управляющих компанией. В новогодние праздники телефоны диспетчерских служб буквально разрывались от возмущённых звонков жителей, что у жилых домов ни пройти, ни проехать. Вот у дома номер 12 по улице Василисина, который обслуживает ЖСК-37, на дороге снежная каша, подходы к подъездам не посыпаны противогололёдной смесью, а над домом нависли огромные сосульки. Жительница этой пятиэтажки Людмила Николаевна передвигаться может только на костылях. Женщина рассказывает, сегодня, чтобы попасть в поликлинику, еле дошла по скользкой дорожке до такси. Смотрите, тротуары не чищены, здесь не чищены. Скользко, конечно. Надо убирать. Дворы не чищены. Вот сами видите. А во дворе дома на Октябрьском проспекте 43А, за который отвечает управляющая компания МКП ЖКХ, совсем другая картина. Дорога почищена, сосульки с крыши сбиты. Рабочие убирают лёд уже с кровли соседнего дома. За придомовой уборкой городских дворов пристально следят в управлении ЖКХ. Управкомпаниям в очередной раз напомнили об обязанности вывести снег и привести тротуары и крыши в порядок. В противном случае их начнут штрафовать. Например, руководство ЖСК-37 уже направили соответствующее уведомление за безобразную уборку на улице Василисина. Нам звонят неоднократно. То есть поступил повторный звонок ТСЖ, либо управляющая организация, либо ещё кто-то и не выполнил эти работы, тогда мы уже принимаем меры административного реагирования, то есть привлекаем к административной ответственности. О случаях несвоевременной или некачественной уборки при домовой территории жители могут сообщить в городское управление ЖКХ по телефону горячей линии 53-26-30. За снег во дворах и сосульки на крышах управляющие компании обещают наказывать штрафами от 20 до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа и вовсе может составлять до 200 тысяч рублей. Оксана Любимова, Артём Горчаков, 6 канал. Субтитры сделал DimaTorzok